В начале 80-х годов в Советский Союз стала попадать информация о наличии карманных электронных игрушек. Но они не были так широко доступны, пока, наконец-то, промышленность не выпустила вот такое чудо техники. Электроника. Это первая такая электронная карманная игра, которая могла быть и часами, будильником одновременно. Это были разные темы. Это было и ну погоди. В данном случае это автославом. Когда появились кассетные магнитофоны, магнитофон носили в руке. Помните весна? Вот так держалась крепко в руке. А запасные кассеты держали обязательно в кармане. Когда кончалась кассета в магнитофоне, она вынималась, происходила замена, доставалась новая и вставлялась. Но был момент, что так как магнитофон очень много работал, как правило, он не простаивал, лентопротяжечный механизм немножко разбалансировался. На кассете образовалась петля, которую нужно было исправить. И тогда из кармана извлекался карандаш. И делались вот такие движения. Кассета сватывалась. То есть, собственно, такая ремонтная студия с собой. Многие забыли, как выглядит советская плоская батарея. Как, кстати, был дефицит. В детстве развлечение мальчишек было собрать простейший фонарик, работающий на батарейке. При помощи изоленты лампочка прикручивалась к одному полюсу батарейки. Второй полюс просто замыкался методом нажатия на него. При замыкании контакта загоралась лампочка. Все. Некоторые вчерашние мальчишки применили это на злобу дня. То есть, пришла мода на танцплощадки, на танцы. А на танцах нужно было появиться в модных брюках. Брюки-клеш. То есть, брали обычные брюки, вставляли туда клини и внизу вшивали лампочки. Внутри штанины прокладывался провод к карману. В кармане находилась батарейка. У батарейки незаметно замыкались контакты. К окружающему мы могли наблюдать, как окантовка штанины, то есть, начинала мигать при помощи вшитых туда цветных лампочек, которые, кстати, нужно было покрасить.